Единственный каменный Кремль в Сибири находится именно в Тобольске, неподалеку дом генерал-губернатора, в котором во время ссылки в Сибирь жил Николай II. В местном музее и сегодня хранятся вещи, связанные с императорской семьей. Именно на площадке Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника прошел второй национальный форум преподавателей истории. Старт дискуссии дал Сергей Нарышкин, отметив, что профессиональные историки очень востребованы сегодня в России. У государства и общества есть огромный запрос на историков-профессионалов. Не раз говорил о том, что молодые люди с историческим образованием, а тем более остепененные исследователи, без труда могут найти себя в самых различных отраслях, всюду, где работают с информацией. В этом году мероприятие объединило более 150 представителей ведущих вузов России, руководителей органов власти в сфере высшего образования и молодых ученых-историков со всей страны. Ключевым событием форума стало расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Миноборнауке России. В прошлом году здесь в Тобольске широко обсуждалась необходимость комплексного обновления курса истории России для неисторических направлений подготовки. В сентябре обновленный курс истории стартовал, как сказал Сергей Евгеньевич, во всех вузах страны. И принципиально важно, чтобы он читался именно так, как был задуман, с упором на контактную работу, с как можно большим объемом живого личного общения со студентами, с грамотным балансом лекционных и семинарских занятий, с привлечением молодых талантливых преподавателей. Среди основных вопросов заседания экспертного совета – обсуждение подготовки новых учебников истории России для неисторических направлений подготовки высшего образования, подведения промежуточных итогов развития исторического образования в высшей школе и обмен опытом преподавания обновленного курса отечественной истории в университетах. В помощь преподавателям еще в прошлом году, обратившимся соответствующим запросам, на площадке Института Российской Истории Российской Академии Наук стартовала работа над новым учебником по истории России для высшей школы. Планируется, что это будет учебник с единым содержательным ядром, но при этом в шести разных вариантах, в зависимости от отрасли подготовки студентов. Это, к примеру, может быть инженерное дело, сельское хозяйство, медицина или другие направления. Исходим из того, что эти учебники должны попасть в вузы уже в следующем учебном году, а до конца первого квартала 2024 года считал бы правильным предусмотреть их широкое профессиональное обсуждение. Сергей Нарышкин также отметил форум в Тобольске как эффективную площадку для конструктивного диалога. А отделение Российского Исторического Общества в Тюменской области, костяк которого составляют историки и преподаватели, является одним из самых эффективных в стране. В свою очередь губернатор Тюменского края в рамках выступления предложил создать отделение молодежного клуба РИО в регионе. А в следующем году у нас будет небольшой юбилей, 10 лет создания Тюменского на отделение Российского Исторического Общества, об эффективности работы которого говорил Сергей Евгеньевич. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность создания молодежного подразделения Тюменской области. А в следующем, на следующем третьем форуме, здесь в Тобольске, предлагаю организовать отдельную молодежную секцию национального форума преподавателей истории. Обсуждали на форуме возможность совершенствования преподавания истории в вузах, а также весьма актуальный вопрос трудоустройства выпускников исторических специальностей. Вопрос распределения контрольных цифр приема неизбежно заставляет задуматься о том, куда же именно трудоустраиваются выпускники-историки. Сейчас, по нашей просьбе, коллеги из Высшей школы экономики проводят соответствующие исследования. Мы говорили уже не раз, и сегодня это тоже звучало, что хорошо подготовленный историк является своего рода универсальным аналитиком, востребованным всюду, где требуется работа с информацией. И в средствах массовой информации, и в бизнесе, и на госслужбе. Кроме того, в рамках форума министр науки и высшего образования Валерий Фольков наградил представителей исторического общества, внесших значительный вклад в развитие исторической науки. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества» Служба информации фонда «История Отечества»